Накануне в Ульяновск приехал председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сегодня гость принимает участие в конференции интеллектуальной транспортной системы регионам. Чтобы не терять времени даром, федеральный общественник решил прогуляться по городу и опробовать наш общественный транспорт. Неофициальная экспертная проверка стартовала от остановки ЦУМ. Еще не удалось более предметным познакомиться, чтобы уже делать определенный вывод, но тем не менее, потому что я вижу, в городе необходима транспортная реформа, но без отрыва, чтобы люди не остались отрезанными от транспортного сообщения. Здесь важно сделать некое лучшее решение. Возможность пересадки пассажиров, чтобы люди дополнительно не платили деньги, если они это делают. Чтобы, если микроавтобусы работают, они были новые, чистые и так далее. До того, как сесть в маршрутку, московский гость был удивлен остановкой в самом центре города. На тротуаре стояли пассажиры, а на самой остановке парковались легковушки. Машины, смотрите, вообще как припаркованы. Это как? То есть люди могли бы ожидать автобуса под крышей, быть сухими и так далее, но машины в ряд. Здесь город должен выбрать для себя решение. Он развивается для общественного транспорта, либо для легкового автомобиля. Кстати, это нарушение ПДД мало заботило сотрудников ДПС, которые в паре сотен метров внимательно наблюдали за движущимся транспортом. Внутреннее убранство ульяновской маршрутки Илью не впечатлило. Он вообще довольно сдержанно относится к такого рода транспорту. Здесь, конечно, можно смотреть по безопасности, смотреть по исправности транспортного средства, проходил ли он технический осмотр, предрейсовый и так далее. Ну, вот эти все моменты нужно проверять, но я так думаю, что перевозчик, если работает, значит, у него все хорошо. Но это некое поверхностное суждение, здесь есть какие-то проверки проводить. Москвичу посчастливилось со временем. Если бы он попал в час пик, он бы поразился отсутствию транспорта и обилию пассажиров. С ними, кстати, он тоже пообщался. Ну, бывают, конечно, грязные маршруты. То есть не всегда, ну, почти все, да. Почти все грязные. В любое время можно уехать? Ну, вот на 38-м, да, удобно. Тут у него график хороший очень. Три минуты интервал между маршрутами. В принципе, легко сесть. На остальные, не знаю. На остальные, правда, наверное, трудно. Тяжело бывает. Реформа общественного транспорта грядет. С 1 марта условия получения лицензии на пассажирские перевозки поменялись по всей России. В соответствующий закон внесены поправки на федеральном уровне. Автобусы должны стать безопаснее, вместительнее и перестать быть перенаселенными даже в часы пик. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.